Мои дорогие, привет! Привет, привет! У меня обеденный перерыв, хожу гуляю. Если честно, не хватает воздуха. Не могу такое ощущение, что вот прям вот вздыхаю и вздохнуть не могу полной грудью. Иду из фикс прайса, купила подушку себе под жопу на стул. Купила зеркало и купила еще расческу для волос. Прическу Маринка сделала. Смотрите. Она мне такая говорит, иди фикс прайс в обед, купи, там такой валик есть. Будем тебе каждый день разные пучки собирать. Я говорю, ой, Марина. Ой, ой, ой. Как так? К Женьке не пошла в обед. Звоню Женьке, она прям спит. Я говорю, Женя, ты что, спишь? Она такая, да. Приходи. Такая вот так вот тихо, приходи. Я говорю, Женя, если я приду, я просто с тобой рядом спать уволюсь. И вот, не это, как сказать. Потом, потом мне просто-напросто не проснуться. Мое сердце не выдержит возвращаться домой. Ой, на работу. Домой-то у меня сердце бы выдержало бы. Думаю, пойду дышать. Утром дождь был. Потом в обед. Вот перед обедом был дождь. Вот, асфальт сырой. Ну, как-то вот пройдет быстро, сильно намочит. А потом... Видал, да, какая я прическа? Видал. Видал, сусон. Вот я бы вот всю жизнь ходила бы, гуляла бы по аллейкам. Кстати, кстати, мне посылочка пришла от Василька. Сегодня она уже в наш город приехала. Я это вижу по программе. Встречна в городе Транзит. Вот, вечером я буду распаковывать свои платья. Там я заказала три или четыре платья. Спортивный костюм. Вроде бы домашний костюм. Ну так, мне надо же надо выброжать. Мне надо очень даже выброжать. Только почему-то в последнее время не выброжаются. Ничего не могу найти путного. Как-то вот порадовать бы себя охота. Видал, да, как у меня волосы собраны? А у Маринки там всяких видяшек на телефоне. Всяких-всяких разных. Как волосы можно собрать. Сейчас покажу, что купила еще. Вот такое вот зеркало. За 99 зеркало. Сейчас это. За 99 не вижу. Не найти, наверное, мне в сумке. А расческу-то я вообще положила? Мне кажется, положила. Ну, такая черная хорошая расчесочка. Ладно, потом покажу дома. Это ужас. Как вот молодежь гоняет. Вот какая расческа. Все для себя любимой. Все для себя единственной. Но для кого же еще? Приходит он в Хикс Прайс. Стоит парень. Молодой мужчина. Это может быть лет 40, наверное. Две руки, две ноги. Слегка выпивший. И просит милостыню. Стоит со стакашком. Просит милостыню. И стакашек пластиковый. Я иду. Он говорит, что похмелиться надо? Ну вот я же бессовестная, да? Я же могла как-то вот по-другому спросить. Я говорю, а похмелиться надо? Он такой, да. Я говорю, работать не пробовал? Пробовал. Я говорю, ну это вообще, это пиздец просто. Надо возвращаться. Я сделала, знаете, буквально круг почета. Круг почета вот просто. С работы вышло, конечно же, позже, там, в 6 минут. Маринка такая, ты чего не уходишь-то? Я говорю, Марина, ты не дождешься, я сейчас уйду. Она говорит, сиди со мной. Я говорю, нет, ни в коем случае. Я говорю, мне нужно показаться миру. С такой прической красивой. Обязательно. То, что вот дождь, то, что такая влажность. Вот прямо вот нету воздуха мне. Не могу вздохнуть, хочу и не могу. Вот немало сегодня, да, мешка, это. Я сегодня же купила подушку. Зато посмотрите, какая замечательная. Она тут уже высвистнула. Блядь, не хватает воздуха. Что со мной? Я раньше... Такое ощущение, что я из бани, да? Посмотрите, как красиво собрано. Маринка мне заплела на карандаш. А сзади очень красиво собрано. Сзади... Блин, показать как мне. Видно? Здравствуйте. Вот эта милая женщина. Я с ней постоянно здороваюсь. Я не знаю, откуда я ее знаю. А, сейчас расскажу. Зашла в фикс прайс. Пошла за подушкой. Парень-охранник. Я взяла кошелек и вот хожу вот с этим кошельком по этому. Сумка большая, что я ее таскать буду? Вот эту. А поставила ее в камеру хранения. Парень-охранник. Ходит, ходит, ходит рядом со мной. Там еще один такой же опездал. Как сказать, тоже вот что-то ходит, делает, делает, делает. И давай между собой разговаривать. Что-то хорохорятся. Про какие-то начали... Что он массу набрал. Сейчас он на массе, потом будет сушиться. И все так это показательно. И все так, чтобы я поучаствовала. Я на одного смотрю, на другого смотрю. И это так угарно. Когда парни выделываются. Я сначала думала, что он за мной ходит, а? Что он за мной ходит? Неужели он думает, что я сейчас что-то сопру в магазине? Потом, проанализировав ситуацию, я же понимаю, что он и так не может думать. Во-первых, такие люди, они же уже выкупают людей. Кто может что-то спереть в магазине, кто нет. И я такая хожу. И я из-за угла выхожу. И он такой выходит из-за угла. Мне так ему и хотелось. Ты что за мной ходишь, а? Что ты за мной ходишь вообще? Ну сколько можно? А я ведь ему приглянулась. Может, он узнал меня. Может, что? И ходит такой хорохорится, хорохорится, хорохорится. Хвастается, что он качается. Думает, ты бы, господи, ты бы лучше свой мозг прокачал. Взял бы, прочел бы хоть одну книгу. Любую, в принципе. Так, смотри. Так, если время 7 минут, снимаю видео, то у меня обед закончится через 10. Блин, надо возвращаться. Прям надо возвращаться уже. Я прям не могу. Там еще пока дойдешь. Расческу себе купила, новую подушку и зеркало. Вот этого тоже откуда-то знаю. Но забыла, откуда. Здравствуйте. Забыла, откуда я его знаю. У меня что-то вообще все сравнялось. Для меня какие-то люди стали вообще все одинаковые. Откуда я его могу знать, а? Он не русский. У меня все еще... Блин, у меня, наверное, сердце, да? Наверное, я себя чувствую плохо, потому что у меня какой-то сердечный спазм. Блядь, какой еще себе диагноз поставлю? Ну, потому что я не могу. Не хватает воздуха. Просто не хватает воздуха. О! Когда-то в обед я показывала, что тут было все разворочено. Тут были горы. Горы щебня. Сейчас от горщебня ничего не осталось. Видите, все подровняли. Дорогу сделали. Дорогу, парковку сделали. Свежий асфальт. О! Как хорошо. Ну, клумба какая-то ерунда. У нас бы сделали дорогу во дворе. Было бы вообще замечательно. Нам-то почему не сделают? Везде все ремонтируют, нам нет. Так, так, так. Вечером буду мерить платье. Буду себя радовать. Лучше бы, конечно, я вот... Блин, обед так мало, что обед час всего. Как так несправедливо? Рабочий день 8, а обед час. Ну, адаптационный период до обеда в понедельник у меня пройден нормально, обычно. Я думала, что будет сложнее. Тут тоже, посмотри, площадку детскую делал. Ммм, как красиво. Как будто бы новый квартал. На самом деле, дома там ужасные, хрущевки. Ну, у нас на Ленинском лучше все равно жить. Лучше, чем Ленинского, я не знаю. У меня начинается депрессия. Подхожу к работе. Так-то, знаете, невыносимо осознавать мысль, что ты два раза в день возвращаешься на работу. Один раз утром, один раз после обеда. У меня по первости было, когда вот я после того, как я год-то не работала, выходила в обед, и мне казалось, что надо идти домой. Мне так морально было тяжело свыкнуться с мыслью, что мне нужно возвращаться. Я такая моринка говорю, слушай, говорю, с такими пучками красивыми нужно как-то более солидно выглядеть, а не в футболке. Она говорит, так ты выгляди более солидно. Сейчас тут до обеда к нам менеджер с этого, менеджер по продажам с алюминиевой пришел. В рубашке, в жилетке, в брюках. Я говорю, ой, 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 говорил, ты такой нарядный на работу ходишь. Тоже был в наших краях, но не может не зайти. Надо рисануться, зайти. Вот никаких у него, никаких дел к нам не было. А меня Марина как раз в этот момент заплетала. Никаких дел у него не было. Просто показаться, что он такой красивый. Слушайте, я ведь как вздохнула, как не могла вздохнуть, так ведь и не могу. Значение экспозиции зафиксировано. Слушайте, я просто дурею от своего телефона. Интеллектуальная камера, мне кажется, любого в могилу сведет. А еще вот здесь у нас рядом в доме есть магазин, прям наше соседнее крыльцо. Магазин обуви комфорт называется. В пятницу, в общем, в пятницу мне нужна была зубная нить. Я думаю, про себя так, зубной нити нет. Нитки обыкновенные у нас тоже нет. Ну-ка пойду-ка, думаю, я к соседям зайду и посмотрю, может быть, нитка у них есть. Чтобы я что-то ела. Я не пользуюсь зубочистками, мне нужна зубная нить. В общем, захожу к ним, так и говорю, соседи, привет. Типа я из ДЭКа. Нитки есть? Заходи, я же сейчас посмотрим, там туда-сюда. Женщина такая общительная, все. Тут же давай мне это, что-то рассказывать. Приехали, в общем, они с отдыха. Хозяйка магазина. Когда они были на отдыхе, у них в магазине сын заправлял. А этого парня-то я знаю, как-то знаю его, по одной из своих основных работ в прошлом. Я такая, еще такая спрашиваю. Мне почему-то казалось, что его зовут Димка. Выяснилось, что его зовут Миша. И я еще такая говорю, вот этот что ли ваш сын-то? Она такая говорит, да. Я такая говорю, так я же его знаю. Его, говорит, Дима зовут? Она говорит, нет, Миша. И представляешь, и девушка такая говорит мне, а, так он про тебя рассказывал. Я думаю, вот уже мамочке про меня доложил. Все, у меня еще один кавалер есть. Вот рядом, рядом крыльцо. Миша, кстати, его зовут. Прихожу девчонкам на работе, рассказываю. Они говорят, ну вот видишь, как удобно, не запутаешься. А он такой скромняга. Мне кажется, все Миши такие скромные, такие вот. Я вот сама себя развеселила. А эта женщина такая говорит мне, ну, ну. Нам, говорит, его женить нужно. И я такая говорю, слушай, я для него уже старую. Он говорит, ему 34 года. Думаю про себя, блядь, ему 34 года. Думаю, так это он уже для меня старый. Нужны молодые тела, молодые любовники нужны. Блядь, не пройдешь, не проедешь хоть. Ну-ка. Все, пошла возвращаться. Вот я про какой говорила. Вот видите комфорт. Вот так вот. Я пока там и не стояла в магазине. Она мне все рассказывает про своего сына. Рассказывает. Она говорит, а, вот ты. Он про тебя говорил. Я думаю, вот видишь. Маринка. Маринка. Я подушку купила. Домой под жопу на балкон. Расчелоску купила. Всем похвасталась этой прической, которую ты мне сделала. Марин, сколько там время? У тебя есть еще 5 минут. У меня есть еще 5 минут. А ты не хочешь покурить пойти? Угу. У меня есть еще 5 минут. Бублик купила? А, бублик не купила. Ты зачем еще фикс прайс купила? Фикс прайс? Я ходила. Слушай, Маринка, я забыла. Я купила расческу. Купила зеркало. Ну, ничего не надо, короче. Сказано было. Один бублик. На будущей прическе, да? Ну. Сейчас я иду. Артистка. У тебя, говорит, еще есть 5 минут. Маринка, ты зачем волосики собрала? Так красиво было утром. Маринка. Здравствуйте. Зачем ты собрала волосики? Когда они были сырые, так красиво. Они мне мешали. А мне нет. Сейчас всегда в Маринину смену я буду выглядеть вот так. Ой, я не могу. Отныне я так буду выглядеть всегда. Они мне мешали. А мне вот, я тебе говорю, у меня есть непривычки. То, что у меня вот собрано вверх, то, что как бы зализано. Мне маленько дискомфорт, но это дисциплинирует. И вообще, я сейчас буду выглядеть так же, как Клюшкин. Стростью и в шляпе? Стростью и в шляпе. Нет, Марина, я буду выглядеть... Слушай, Маринка, я обалдела, когда я увидела у него фотографии ВКонтакте. Он в шляпе, стростью. Думается, какие у нас кадры работают. А посмотри, Сергей, я даже не удивил. Он говорит, что он какой-то музыкальный продюсер. Ты показала сзади зрителям? Да. Да, показала. Да, Локраси? Так вот не так. Подожди, ты не прерывай. Вот сюда вот не нажимай. А куда нажимай? Вот, видишь, вот сюда вот если нажмешь, ты все прекратится. Да, это я не буду трогать. Давай. Вот. Ты видишь там что показываешь? Я вижу, что показываю. А зрители его увидят? Я надеюсь, что да. Вот так должно быть. Вот она, выбросу. Красиво, да? Вот так вот. Маринка, руководительница. А я там вчера видео, когда снимала утром, как раз это твое аудиосообщение. Типа, Инна, я тебе малыша зарядила. Я такая говорю, ну вот с Маринкой всегда так придешь, блин, телефон заряженный, все хорошо. Там никто-то из зрителей, что за Настя пироги печет. Я, видимо, видишь, бла-бла-бла, все рассказываю. Так, то с Маринкой я тоже не голодую. Сегодня, вот думаете, кто мне принес еду? Кто? Марина. Все так заботливо упаковано в контейнер. Все так... Ну, короче, чтобы я не пропала. С голоду. Господи, мы что-нибудь купим. Вообще, ты уже расписала, что ли? Я не... Ты что, это... Мы пойдем, что-нибудь возьмем. Ну, не сейчас, может, в 4. Бросай курить. Вставай на лыжи. Кто говорит, покурим, пойдем. А я, знаешь, как сказать? Маячков такая, половлю дымовых. Единственный человек, который говорит, что у меня сигареты не вонючие, а приятно пахнут. Да, как кальян. А кто тебе говорит, муж говорит? Все, которые выросли не вонючки. Почему? Мы станем вонючки. Клубничкой. Клубничкой. Марина, посылки еще не привезли? Мой Василек еще не примчался? Нет, еще. Все, я пошла рубить. Не хочет я, мой Василек. Да, конечно. Ага, я уже посмотрела, что он в городе-транзите встречен у нас.